В преддверии новогодних праздников сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних внутренних дел Территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района, а главное сказочный Дед Мороз и Снегурочка, спешат с подарками к детям, чьи семьи нуждаются в разного вида помощи. Читана Умчик одна из них. В список социально опасного положения они попали не случайно. Проблемы были и достаточно серьезные. Безработица, алкоголь, все это оставило серьезный отпечаток на каждом члене семьи. Особенно на шестерых детях. Но родители хотят исправить ситуацию. Я устраиваюсь опять туда же, где я когда-то работал. Просто у меня был бизнес, я его немного, ну как, меня немного, скажем так, опрокинули с этим бизнесом. Вот, сейчас я решил вернуться на работу. Я 20 лет на стройке отработал. Вот этот дом я сам строил, и вот эти дома здесь на Дубровке тоже строил. Решил вернуться назад, попробуем заново. Это у меня сейчас задача номер один, добиться этого, чтобы просто встречаться, но не по этому случаю, скажем так. Да, я сейчас стараюсь добиться этого, чтобы дети были в достатке. А для детей это самое главное. Поздравление с наступающим Новым годом и Рождеством, вручение подарков, это, конечно же, хорошо, но нет ничего лучше, чем непьющие и работающие родители, которые заботятся о них. Впечатления отличные, неожиданно очень. Детям тоже понравилось. Вон сидят, едят там. А новогоднее настроение появилось? Да, теперь появилось, до этого не было. Сейчас какое-то ощущение, что уже скоро Новый год. Каждый участник доброй акции «Дорога к сердцу» искренне верит, что этой семье удастся измениться в лучшую сторону. Ведь главная задача организаторов – проложить дорогу к сердцу не только ребенка, но и взрослого, чтобы они, наконец, смогли понять важность собственных детей и уделили им должное внимание. Подарить детворе тепло, заботу. И подарить именно тем детям, которые видят не всегда положительные какие-то моменты. Мы знаем, мы сегодня будем дарить подарки детям, которые признаны в социально опасном положении. И только для того, чтобы они тоже почувствовали, что о них помнят, о них заботятся, что они сегодня получат тот подарок, который они хотят. И именно тот подарок, заветный от Деда Мороза, мы постарались, чтобы это были и сладкие подарки, мы постарались, чтобы это были нужные подарки. Ну и, конечно же, хочется немножечко поддержать родителей, которые, как мы видим, если им помогают, если им мы помогаем, они откликаются. У нас их немного таких деток, кому нужна действительно, наверное, помощь. Семей таких немного. Их всего 34 в Ленинском районе. Стало меньше в этом году. 54 ребенка признаны находящимися в социально опасном положении. И мы все старались подобрать и игрушки маленьким ребятам, и в то же время канцелярские товары для того, чтобы каждый почувствовал, что есть на самом деле то, что ему хотелось. То есть маленькому ребенку нужна мягкая игрушка, более взрослому нужна игра. Ну а сладости? От сладости никто не откажется, ни взрослый, ни малыш. Поэтому все мы вместе дарим то, что хотелось бы, наверное, каждому. Индивидуально и в то же время всей семье. Дед Мороз и Снегурочка продолжили дарить подарки и эмоции. Очередной получатель – семья Лавренюк. К тому, что в гости заглянут некие киморы с лешими под градусом, а сказочные персонажи здесь никто не ожидал, потому сюрприз удался на 100%. Вообще не ожидала. Я, честное слово, мне когда сказали «Дед Мороз», я думаю, может кому-то там. Ну, как бы Дед Мороза мы не заказывали, естественно, с нашими этими. Ну, вообще это, конечно, очень приятно и, правда, так вот удивительно, потому что, ну, неожиданно, честно. Спасибо большое. Полуторагодовала Амина не боясь шла к гостям, принимала от них подарки и играла с ними. И хоть девочка еще мало говорит, ее искренняя радость и улыбка способны были передать эмоции вместо тысячи слов. А значит, цель организаторов доброй акции – доставить любимый праздник детства. Новый год в каждую семью и каждому ребенку была выполнена.